Добрый вечер, дорогие зрители! Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем говорить о долге, чести и достоинстве, о тех, кто стоит на страже закона и порядка. В апреле полиция Карачаева-Черкесии отметила сразу две значительные даты. 17 апреля в свой 33-летний юбилей отметил Совет ветеранов МВД Карачаева-Черкесии. О том, как это было, расскажем в нашем сюжете. Наверное, и правда говорят, бывших полицейских не бывает. Даже выйдя на наслуженный отдых, они не перестают служить обществу. Более 30 лет в нашей стране существует ветеранская организация работников МВД. Недавно она отпраздновала свой юбилей. Отмечали ее и в Совете ветеранов Карачаевой-Черкесии. Здесь чествовали тех, кто в свое время внес огромный вклад в охрану правопорядка и законности в нашей республике. Сегодня в организацию входит 580 человек из 8 первичных организаций. Совет ветеранам МВД не номинальная организация. Она выступает защитником интересов ветеранов, решением их проблем. Первой целью и задачей у нас является социальная защита пенсионеров и внутренних дел, также семьи погибших сотрудников при исполнении служебного долга, ветеранов и инвалидов. Второй задачей, основной, которую я бы хотел выделить, это патриотическое воспитание молодых сотрудников, а также гражданской молодежи республики. Только за прошлый год при помощи Совета ветеранам МВД Карачаева-Черкесии было выделено более 100 путевок в различные санатории и дома отдыха. 378 человек получили материальную помощь, 150 направленные в медицинские учреждения республики на госпитализацию. В первую очередь поддержка семьи погибших сотрудников, ну и ветеранов органов внутренних дел. Это существенная помощь, я считаю, когда любой ветеран органов внутренних дел может обратиться в ветеранскую организацию и получить помощь, как материальную, так и поддержку такую моральную. Очень многие получают помощь в лечении, в направлении, в различные дома отдыха. Это все присутствует и это все работает. Через мэрию, кому это необходимо, мы дарим путевки, ну, единственное, мы выделяем родственников, чтобы следить за этим стариком там, где они будут отдыхать. Потому что они малоподвижные, вы знаете это, люди бывают, видят, инвалидами, они ходят очень неуверенно, слабо, так что приходится выделять их родственников в ближайшее окружение. Тысячи служащих МВД по Карачевой-Черкесии прошли горячие точки. Афганистан, Чечню, Таджикистан. Проявляя настоящий героизм и верность другу. Таким ветеранам внимание особое. Мы пять колясок передали ветеранам МВД, которые инвалиды, которые ходить не могут, нуждаются. Настолько благодарны семье. Ветераны МВД Карачевой-Черкесии – настоящие профессионалы, преданные своему делу. Уходя на заслуженный отдых, они не забывают о тех, кто идет вслед за ними. Инспектор по делам несовершеннолетних берет под опеку такого же инспектора, молодого только, только пришел со школы милиции, под опеку берет. И продолжает в течение двух-трех лет. Учит той рабочей, которую она знает. Несмотря на возраст, ветераны МВД Карачевой-Черкесии – настоящая боевая единица. А еще настоящие патриоты, которым не безразлично, что сегодня происходит в родной стране, в родной республике. Они продолжают защищать порядок и закон. В прошлом году при помощи наших сотрудников, наших ветеранов, было раскрыто 40 преступлений. 40 преступлений. Это помощь нашему родному МВД, помощь. Ну просто вот это ковид нам помешал, а то и 70, и 90 мы раскрывали. Настоящий профессионал остается таким до конца. Мухаммад Каракотов более 30 лет проработал в системе МВД, ветеран труда. Начинал с рятового инспектора ГАИ. На заслуженный отдых ушел в должности начальника МРЭО по Карачая-Черкесии. За заслуги перед малой родиной получил заслуженную награду. Радость души, что как ветеранов, как пенсионеров, все равно нас собирают, награждают. Всю жизнь провел в органах, и на пенсии тоже душа с органами, с людьми, те, которые работают. Иной раз бывает, что по дороге едешь, видишь какой-то казус или что-то, хочется остановиться, помочь ребятам. В Карачая-Черкесии растет число аварий на дорогах, часто с летальным исходом. В дорожно-транспортных происшествиях погибают маленькие дети, молодые парни, целые семьи. Кто виноват? Все говорят, там полиция, там неправильно. Нет, такого нет. Ни один сотрудник, ни одно отделение не хочет, чтобы эти были аварии. Они учат, чтобы наоборот нормально ездили, чтобы взаимоуважение между водителями было. Видите, молодежь сейчас как ездит. Нет уважения. Если у него нет уважения к старшим и младшим, у него не будет уважения, взаимоуважения на дороге. Чтобы как-то исправить положение, ветераны МВД республики встречаются со школьниками и студентами, ведут разговор по душам. Уроки мужества, месячник патриотического воспитания, экскурсии в музей МВД. Всего лишь часть огромной и очень важной работы с молодежью. Детям даются знания исторической памяти. Они воспитываются на примере наших героев. На примерах Марьесева, Александра Матросова, Гастелла. У нас очень много героев Великой Отечественной войны. Ведь ребенок и любой подросток, он воспринимает мир по примерам. Видеокартинкой и слухом. И это разрабатывается научными институтами. Работают над этими проблемы. Мы не хотим, чтобы у нас произошло, как на Украине, где были подменены понятия добра, чести, справедливости. Они были заменены понятиями ненависти, нетерпимости, фанатичного национализма. Мы хотим воспитать нормальных детей, знающих, помнящих свои корни, ценищих свою историю, любящих свою Родину. Вот это основные задачи. От действующих сотрудников МВД Карачаева и Чаркесии во многом зависят безопасность и спокойствие в республике. Хорошо, что решать эти задачи им помогают ветераны, хранители традиций и мудрые наставники. 101 год назад в Карачаевой и Чаркесии была создана своя милиция. О том, как это происходило, мы поговорим с нашим гостем, который с удовольствием представляю. Это член Общественной палаты Карачаевой и Чаркесии, член Совета ветеранов МВД Карачаевой и Чаркесии, полковник в отставке Игорь Валентинович Дидименко. Игорь Валентинович, здравствуйте. Я благодарю вас, что вы пришли. Сначала я хотела бы поздравить вас с профессиональным праздником. Вас наградили грамотой и благодарностью министра внутренних дел МВД, потому что вы заслуженный человек. И хотел бы сегодня с вами поговорить, вспомнить о том, как формировалась милиция в Карачаевой и Чаркесии. Потому что мы знаем, что после Октябрьской революции ситуация в стране была непростой. Хаос, беспорядки, полицию царскую упразднили, а вместо нее не успели создать такую милицию профессиональную, как она сейчас. И мы знаем, что даже Владимира Ильича Ленина дважды грабили, один раз в центре Москвы. И советское правительство вынуждено было экстренно решать этот вопрос, создавать профессиональную милицию. Но я бы хотела с вами немножко поговорить о том, как это было у нас в Карачаевой и Чаркесии. Потому что у нас та ситуация была непростой. И, насколько я помню, советская власть у нас устанавливалась достаточно трудно и не сразу. Добрый вечер, спасибо за поздравления. Да, действительно, ситуация, складывающаяся на территории нынешней Карачаевой и Чаркесской республики, а тогда это был Баталпашинский отдел Кубанской области, она была достаточно сложная. Несмотря на то, что все-таки советская власть в Баталпашинском отделе была установлена в 2018 году. Все помнят, и, наверное, те, кто гуляет по городу, жители, видят возле драмтеатра эту табличку железную, где написано, что на этом месте стояло здание, с балкона которого была провозглашена советская власть. Было это в 2018 году, действительно. Но дело все в том, что, по сути, на этом только и закончилось восстановление советской власти. То есть в 2018 году Макеев, наш пламенный революционер, который здесь вел и подпольную работу, в том числе, он эту советскую власть провозгласил на съезде депутатов. А ночью атаман отдела Косякин вместе со своими приверженцами, они напали на депутатов. Макеев был ранен, был вынужден убежать в станицу Отрадную. Она тогда тоже относилась к Баталпашинскому отделу, а сейчас это Краснодарский край. Но там от Рана он скончался. И вот, по сути, на этом все провозглашение советской власти на территории нынешней республики, тогдашнего Баталпашинского отдела, оно и закончилось. И закончилось оно долгих два года. Потому что все это время, начиная с 2018 по 2020 год, здесь попеременно были то армия генерала Шкуро, то генерала Покровского, поочередно они здесь, соответственно, боролись против советской власти. В 2020 году нашим земляком, командующим 1-й армией, Яковом Филипповичем Балахоновым, он все-таки освободил станицу Баталпашинскую, вошел сюда со своей армией, и, по сути, можно сказать, что тогда советская власть уже начала устанавливаться. Но был достаточно сложный период. Следует еще отметить тот факт, что наша республика, на тот момент Баталпашинский отдел, был разделен на две административно-территориальные единицы, так можно будет сказать правильно. Баталпашинский отдел, так называемый, с населенными пунктами Ставропольского края, части Зеленчугского, Урубского района, части того же Прикубанского района, они вошли в состав Кубано-Черноморской области. А наши горские районы, это Карачаевский, Малокарачаевский, Усть-Джигутинский, также часть Зеленчугского и часть Урубского района, они вошли в состав Автономной горской республики. И по сути республика, ни республики, ни отдела, ни области как таковой уже не существовало. Это было два разных административно-территориальных единиц. И вот в Баталпашинском отделе Кубано-Черноморской области 16 апреля на одном из зданий в центре станицы было вывесено объявление о том, что значит формируется и создается народная милиция Баталпашинского отдела. То есть это первая дата, которая была на территории нынешней Карачаево-Черкесской республики. Это 16 апреля. А то, что касается горских районов, которые вошли в состав Горской республики, причем представителем от нашего отдела, от нашей области, был Умар Алиев, всем известный. Он представлял горцев Карачаев в Горской республике. Они у себя создали окружную милицию 3 декабря 2020 года, причем это было в городе Кисловодске. Город Кисловодск был столицей Карачаевского округа. Получается, что у республики как бы два праздника. 16 апреля и, соответственно, 3 декабря. Но мы празднуем 16 апреля. Нет. Я сейчас продолжу и все вам расскажу. Но празднуем не 16 апреля, потому что 16 апреля мы можем праздновать День образования УВД города Черкеска. Вот так вот можно сказать. Потому что это Баталпашинский. Баталпашинская милиция именно непосредственно. А если мы будем праздновать 16 апреля, как вы говорите, тогда та страна, которая относится к горским районам, она не может праздновать, потому что у них это, получается, 3 декабря того же 2020 года. Но мы же одна республика теперь. Нет. Это мы сейчас одна республика. Но, по сути, наша республика отметила в прошлом году свое столетие. То есть в январе 2022 года была образована Карачаево-Черкесская автономная область. И вот тогда начали формироваться уже, соответственно, органы власти самой республики, самой области. То есть в тех границах, которые существуют сейчас. И вот получается, что, значит, в январе была образована республика. Практически два месяца в силу определенных сложностей внутриполитических формировались Ревкомы и другие органы власти. И получается, что 3 марта был образован Ревком, который постановил создать Карачаево-Черкесскую милицию. Карачаево-Черкесскую областную милицию. Но эта идея воплотилась, скажем так, в свет и была подтверждена и закреплена уже, скажем так, законодательно это решением Военного революционного совета 20 марта того же 2022 года. Поэтому образование Карачаево-Черкесской областной милиции приходится на 20 марта 1922 года. Ну получается, что мы ее немножко раньше празднуем. Ну не то, чтобы мы немножко раньше празднуем ее, а мы до этого как-то этот праздник, он несколько был в стороне. Вот как раз таки из-за того, что во всей литературе, которая мне была известна, где я смотрел, большей частью, конечно, все ссылались на 16 апреля. На 16 апреля все ссылались из-за того, что, ну как бы, баталпашинский отдел, опять баталпашинский отдел, но здесь был упущен вот этот вот самый основной момент, который говорит о том, что этот баталпашинский отдел, это же не Карачаево-Черкесская республика, не Карачаево-Черкесская автономная область, это не те границы, в которых мы существуем сейчас. Ну и как у нас может получиться так, что у нас получается, что Карачаево-Черкесская милиция на два года старше, чем сама Карачаево-Черкесская автономная область? Ну тоже же как-то получается нелогично. Поэтому была образована новая административно-территориальная единица в составе Российской Федерации, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Вот была образована новая административно-территориальная единица Карачаево-Черкесской автономной области. И вот эта Карачаево-Черкесская автономная область начала, соответственно, образовывать свои государственные органы, в том числе и милицию. Но тем не менее мы знаем, что формировать ее было достаточно сложно. Вот перед нами книга «Черкеск» лежит, да? И именно там вот я нашла такие выдержки. Вот я хочу вам просто почитать, да? Самый беглый взгляд на документы весны 1920 года показывает, что и в крупных центрах новая власть плохо владела ситуацией. Ей с трудом удавалось обеспечивать даже относительный общественный порядок. В том же Баталпашинске криминальные элементы действовали практически демонстративно. Но не просто было. Игорь Валентинович, вы много читали, занимались изучением этого вопроса. Как формировалась милиция Карачаевой Черкесии? Действительно, становление милиции было очень сложный и трудный процесс был. Тем более для Баталпашинского отдела, для Баталпашинской области, для Карачаевой Черкесской автономной области, для Карачаевского округа в том числе. Это был очень сложный и болезненный вопрос. Дело в том, что наша республика, или на тот момент Баталпашинский отдел Кубанской области, он представлял собой Хоперский полковой округ. А Хоперский полк – это старейший в кубанском казачьем войске. И вот здесь даже стоит привести пример. В воспоминаниях генерала Шкуро было написано, что когда он начал свою борьбу против советской власти и решил поднять Кубань на борьбу против советской власти, ему сказали, поднимешь Баталпашинскую с Джигутой, мы за тобой пойдем. И поэтому следует отметить тот факт, что все-таки наш отдел, наша область и полк, который формировался из казаков здешних и части горской милиции и дикой дивизии, которые формировались, они имели все-таки достаточно консервативные взгляды и были больше привержены к старой власти. Больше ее поддерживали. И становление советской власти здесь было очень серьезное, большое бандитское, антисоветское движение. Оно продолжалось, по сути, до середины 30-х годов в том числе. Это есть документальное подтверждение. Одну из последних банд, Белобанд, так можно сказать, или банд Белоказаков, вот так она называлась, а по документам она проходит так. Она была ликвидирована в 1937 году. Возглавлял ее, значит, урядник, казак станицы Вороваско-Лесской, вот фамилию сейчас не готов быстро назвать, вот, но знаю абсолютно точно, что за ним гонялись очень долго. И действительно нападения были демонстративные. Это разбои, это завладение деньгами, это завладение имуществом простых граждан, это дискриминация существующей власти в том числе. Ну, а тут еще следует отметить тот факт, что все-таки милиции приходилось сталкиваться не только с этими бандитами, но опять-таки были возложены обязанности по борьбе с религией, по борьбе с разными антиреволюционными движениями в том числе и в школах, и с религиозными деятелями. Плюс еще эти бандиты, а кроме этих всех еще и просто уголовный элемент, который присутствовал всегда, и, к сожалению, никуда не денешься. И сложность еще заключалась в том, что на первых шагах милиции, тем более на территории нашей области, нашей республики, это то, что она не имела прямого подчинения. Милиция находилась в подчинении и военных органов власти, и гражданских органов власти. При этом приоритет всегда присутствовал на стороне военных органов власти. Они могли в любой момент забрать определенное количество личного состава для решения вопросов, связанных именно с решением каких-то военных задач на территории области или республики. Причем это как Карачаевский округ, так и Баталпашинский отдел. И не факт, что они могли принимать это участие где-то здесь. Их могли отправить куда-то в Старопольский край, в Калмыцкие степи или где-либо еще. То есть никто никого не спрашивал. Нужен народ, приказ дали, хочешь не хочешь, выполняют правиль. Здесь остается все без прикрытия. Ну и плюс еще обеспечение охраны общественного порядка. Потому что стоит отметить, что все-таки на сотрудников органов внутренних дел тогда были возложены на милицию. Были возложены обязанности не только по охране общественного порядка и борьбе с преступностью, но еще и поддержание санитарного порядка на улицах в том числе. Потому что им приходилось садиться за тем, чтобы вовремя выключали свет, чтобы они выливали мусор куда попало, там или помою не лили где угодно. То есть большой круг задач был на них возложен. И людей по сути не было. Игорь Валентинович, а кто соглашался идти на такую работу? Вообще из кого формировались первые ряды советской милиции в нашей республике? Это молодежь прежде всего. Это молодые люди, которые приняли советскую власть. Это молодые люди из числа тех же казачьей бедноты. Это молодые люди из числа изногородних. Это молодые люди из числа образованных горцев. Кстати, я в данном случае хочу привести пример, который касается именно становления и первого руководителя Карачао-Черкесской областной милиции. Первым руководителем Карачао-Черкесской областной милиции был назначен Ахлауф Ахлау Мусович. Это человек, на мой взгляд, достаточно легендарный и уникальный. Он известен в нашей республике. И известен не только в республике, но и за ее пределами, в том числе в Башкирии. В Башкирии у него очень много памятников. Он один из тех, кто устанавливал советскую власть в Башкирии. А происхождение у него... Князь? Да, происхождение у него княжеское. Он князь, он получил хорошее военное образование, он имел царские награды в том числе. Он участвовал в Первой мировой войне 1914 года. Он принял революцию, он стоял потом, оборонял Петроград от войск Юденича вместе со своей башкирской конной армией. Потом все-таки он вернулся сюда, на территорию республики, вошел в состав Ревкома. И был назначен, сначала он был назначен, соответственно, руководителем Карачао-Черкесской областной милиции на первом этапе ее формирования. А если я не ошибаюсь, в 1925 году он был назначен уже военкомом республиканским. Да, он умер, по-моему, в 1937 году. И он похоронен в злой юрте. Там памятник ему стоит. И до сих пор сохранились его прямые потомки. Я хотела у вас спросить еще, Игорь Валентинович, вот о чем. Вот тоже из книги я вам хочу процитировать. В горах колоссальный размах приобрели кражи скота, разбойные нападения. Так, например, 5 мая 1920 года горцы из аула Джигутинский практически открыто ограбили знакомых пасечников, угнав две пары лошадей и две пары быков. Можно мы сказать, что вот какой-то вид преступлений был в то время наиболее распространен? Ну, исходя из тех статистических данных, которые мне были доступны, которые я видел, могу сказать, что действительно на тот промежуток времени наиболее распространенным видом преступлений был все-таки вооруженный разбой. Оружия в республике было много, недавно закончилась гражданская война, кто-то ушел с теми, кто не принял новую власть, кто-то остался, и у тех, и у других свое оружие. Ну, и плюс к тому, что все-таки у нас местность такая, что оружие было всегда и у всех, и его было всегда немало. Вот, поэтому имело место быть в большей части, конечно, это разбойные нападения с целью завладения чужим имуществом. При этом то, что касается краж скота, ну, это преступления, которые актуальны во все времена. У нас все-таки республика, да, республика такая, что мы занимаемся выращиванием и разведением скота, и у нас очень много. Но сейчас не так часто крадут, как даже 5-7 лет назад. Ну, так чья заслуга? Ну, так мы знаем, чья сотрудников полиции, конечно. Правильно. Вот, поэтому в тот момент, тогда было, конечно, это трудно, это было тяжело, и это был, знаете, что такое скот, прежде всего? Это же не просто, скажем так, какое-то богатство, это прежде всего еда. То есть те банды, которые существовали, им нужно было что-то кушать, что-то питаться, они же не будут одной охотой там где-то бегать по граммам, выстреливать каких-то косуль или еще что-то. Проще прийти, забрать, отобрать и, соответственно, потом насытиться так, как им хотелось. Себя-то как-то поддерживать надо, сдаваться не хочется, против советской власти бороться надо. Тем более, если брать на тот промежуток времени, ведь многие были, скажем так, одурачены по большому счету, и они не знали о том, что такое. И очень много народа именно как из казачьей, так и из горской бедноты было в этих бандах. Просто они были подвержены влиянию тех, кому они верили весь этот промежуток времени. И они не знали той реальной ситуации, которая была, потому что им говорили, а, вот вы здесь уже были, значит, вы туда вернетесь, вас сразу расстреляют, семью там куда-то выселят, вы посмотрите, что происходит. И они, естественно, верили тем, кому привыкли верить всегда. Но реальную ситуацию-то не знали, а когда они ее узнавали, естественно, тогда кто-то возвращался, кто-то боялся, кто-то не знал. И приходилось отерпеть, ждать и находиться. А кушать-то что-то надо в горах. Поэтому не все банды, которые здесь присутствовали на территории республики, это тоже достоверный факт, это подтверждается многими документами, которые я видел, в том числе архивными. Многие из этих банд, они носили даже не политический и не уголовный характер. Это просто были люди, запутавшиеся в сложившейся ситуации. И им приходилось каким-то образом выживать. То есть, ну, это гражданская война. Вот она еще очень долго у нас не заканчивалась, она здесь проходила и шла, и становилась советской властью здесь тяжело достаточно. Что хотел бы еще добавить, это то, что я проводил сравнение статистических данных 1875 года, вот это конец 19 века, и начало, скажем так, 21 века уже. То есть, не буду говорить, какой год. И что самое интересное, меня поразило, это преступления особо тяжкие и тяжкие. Убийства, разбой, бандитизм и кража имущества. И вот интересный факт в том, что вот на тот промежуток времени, который я взял, вот именно 1875 год, и, скажем так, начало первого десятилетия 21 века, показывает о том, что уровень преступности по вот этим тяжким и особо тяжким преступлениям, он примерно одинаковый. Сейчас, конечно, он чуть-чуть меньше, но, тем не менее, вот он как-то, получается, держится примерно вот два таких сравнения. Пытался выстроить динамику, посмотреть рост преступления, и получается, что где-то, ну, процентов на 25 уровень преступности сейчас ниже, чем на тот промежуток времени. То есть, я брал 10 лет того времени, вот, конца 19 века, и 10 лет уже 21 века, первого десятилетия. И получается так, что вот они держатся в разнице, вот, и получается где-то от 15 до 25 процентов. В лучшую, в нашу пользу. Ну, так сейчас заслуга. Ну, опять-таки, да. А скажите, Игорь Валентинович, вот вы изучали архивы, а были ли в то время фальшивомонетчики? Ну, фальшивомонетчики были всегда. Это вид преступности одного из самых, так, одной из самых легких нажив. Я вам скажу больше. Вот, на мой взгляд, самым основным фальшивомонетчиком, и самым первым фальшивомонетчиком, был известный князь Демидов. Да. Потому что, да, он чеканил свои золотые монеты еще в тот период, когда только-только начал ставить свои кузни в Сибири. И причем его монеты отличались, а его золотые червонцы отличались тем, что в его червонцах золото было больше, чем в государственных царских монетах. Вот. И потом царю было все-таки выгодно, и он пошел на уступки, дав ему право чеканить государственную монету. Вот поэтому тут никуда мы не денемся. Они были всегда, они, к сожалению, наверное, будут отдать. Вот. Они есть и сейчас, и, к сожалению, жители Карачаева, Черкесии иногда сталкиваются с тем, что им вручают фальшивые деньги, они об этом не знают. Почему так происходит и как с этим бороться, можем ли мы узнать, вот просто рядовые граждане, покупая что-то, дают нам настоящие деньги или фальшивые, расскажем в нашем сюжете, который подготовила моя коллега Мадина Лайпанова. Давайте посмотрим. Хороши деньги да не те. Фальшивомонетчики – проблема, затрагивающая все общество. Жертвой их преступления, как правило, становятся люди преклонного возраста или слабовидящие. Экспертизой поддельных денег в нашей республике занимается экспертно-криминалистический отдел Министерства внутренних дел. В своей работе они используют современное оборудование и технологии. При этом, как утверждают специалисты, есть признаки, по которым любой обыватель может выявить фальшивую купюру. Изображения на поддельной купюре будут менее четкими, менее контрастными, более размытыми. Что следует обратить внимание на такой элемент защиты, как герб, расположенный вправо в верхней части денежного билета. В поддельных билетах будет наблюдаться осыпание красящего вещества и наличие пробельных элементов. В изображении на поддельной купюре оно будет равномерное, четко окрашенное и без осыпания. При изменении угла наклона оно меняет свой цвет. В поддельной купюре изменения цвета не наблюдается, лишь оттенок будет меняться, но, может быть, изменяется насыщенность цвета. Немалая часть фактов обнаружения фальшивых денежных купюр приходится на кредитные финансовые учреждения при пересчете денежной наличности, поступающие в процессе инкассации из торговых предприятий, автозаправочных станций и пунктов оплаты ЖКХ. В основном случается, что граждане сами не знают о том, что расплачиваются фальшивыми купюрами. Как рассказывает кассир одного крупного магазина Фатима Иркенова, на ее практике такое происходило не единожды. Именно поэтому все сотрудники при получении крупных купюр соблюдают особый протокол. Мы проверяем купюру на детекторе сначала, потом мы ее записываем. Мы записываем время, дату и все фиксируем в тетради. В этом случае мы вызываем охрану, охрана старшим кассир передает, потом предпринимаем меры. Такие случаи у меня несколько раз было. С целью предотвращения появления фальшивых денежных купюр в обороте сотрудниками МВД Покрачаево-Черкесской Республики проводятся профилактические беседы в местах концентрации наличных денег. Владельцам торговых точек объясняют необходимость установки специальных технических средств для обнаружения подделок. Это и детекторы, и камеры видеонаблюдения, а также ведение записей и учет номеров поступающих денежных купюр достоинством 2000 и 5000 рублей. Также МВД предупреждает об ответственности граждан за сбычу поддельных денег. Нельзя пытаться сбыть полученную вами поддельную денежную купюру, возмещая таким образом свой ущерб. В данном случае гражданин автоматически становится сбытчиком и будет привлечен к уголовной ответственности по статье 186 Уголовного кодекса Российской Федерации, который наказывается принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 8 лет, со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 5 лет, либо без такового. За прошлый год в нашей республике была выявлена 21 единица фальшивых купюр различного номинала, в том числе доллары и евро. Было возбуждено 19 уголовных дел по факту сбыта. Опрошено более 50 лиц, сбывавших фальшивки. Игорь Валентинович, ну вот смотрите, сейчас в магазине, в банке, во всех крупных таких торговых заведениях есть автоматы, которые распознают фальшивые денежные купюры. А если вернуться к началу формирования милиции советской в Карачаево-Черкесии, у них же не было тогда технических средств, таких, которые сейчас имеют, да? Вот у нас есть центры, экспертизы проводим. Как тогда раскрывали преступления? Ну давайте будем говорить о том, что все-таки это начало 20 века, и тогда уже экспертные подразделения присутствовали в том числе. Они могли проводить и дактилоскопию, почерковеческие экспертизы, они уже могли составлять какие-то фотороботы и проводить экспертизы, в том числе по деньгам, фальшивые и не фальшивые. То есть это было видно. Это не так легко и просто, как это сейчас, потому что степени защиты денег в то время были достаточно, ну не скажу, что примитивные, но не такие совершенные, как сейчас, на сегодняшнем этапе. Но тем не менее они отличались. Они отличались от бумагой, они отличались от краски. В общем, это точно так же смотрели. Ну а самый основной принцип раскрываемости преступлений, это все-таки надо учитывать тот факт, что милиция всегда, и полиция сейчас, она всегда была, значит, на доверительных отношениях с гражданами, прежде всего. Но на тот промежуток времени это был, скажем так, один из основных видов, это метод личного сыска. Метод личного сыска – это получение информации, это ее отработки, в том числе какие-то методы, которые были переняли от царского сыска или от царской жандармерии, потому что надо было учиться, с чего-то надо было начинать, а там специалисты все-таки были. Этих специалистов приглашали, в том числе, для обучения. Проходили обучение, учились, научились, и, слава богу, все у нас еще с хорошего. Да, с тех пор наша славная милиция, теперь полиция прошла огромный путь. Мы знаем, что они во время Великой Отечественной войны достойно несли свою службу, защищали Родину. Среди наших сотрудников немало героев Советского Союза, героев России, награждены орденами мужества, отваги. И огромное им спасибо за это, за то, что, несмотря ни на что, ни на какие трудности, на опасность, которая реально угрожает их жизни, они продолжают нас защищать. Огромное спасибо всем нашим сотрудникам и тем, которые ушли на заслуженный отдых, и те, кто продолжает нести службу сегодня в рядах нашей родной полиции. Огромное всем спасибо. Ну что ж, Игорь Валентинович, очень интересные факты вы привели, очень интересно вас было слушать. К сожалению, наша программа подходит к концу. И я бы хотела поблагодарить вас за то, что вы пришли еще раз поздравить вас с вашим праздником. А всех сотрудников, которые ушли на заслуженный отдых, продолжают служить в органах нашей полиции, защищают нас, обеспечивают нам мирную жизнь, я хочу пожелать успехов, здоровья, светлого неба над головой. Спасибо большое. Я прощаюсь с вами, дорогие зрители. Всего вам хорошего. До новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»